здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сейчас на улице осень и есть очень важная работа которую необходимо сделать это известкование почвы чему отдать предпочтение как известкуется почва и для чего она известкуется давайте будем разбираться ну наши почвы все белоруссии они что они почвы кислые потому что это черноземы только имеют реакцию близкую к челочной все все уже вся умеренная зона а тем более северная зона почвы кислые потому что особенности климата и соответственно образовавшихся там почвы ну раз почвы кислые большинство наших культур которым мы врач на всем участвует тоже чеснок тоже перец сладкий вот те же огурцы они происходят из стран более с оптим климатом значит там почвы более шелочные более шелочные почвы эти культуры в наших условиях требуют более шелочных почв ну особенно отзывчивые на шелочные почвы в которой культурой будут все виды капусты которые происходят со средиземноморья они все отзывчивые на известкование почвы лук чеснок точно также отзывчивые на известкование почвы перец сладкий также любит известковые почвы морковь более нейтральная почва даже слабокислая морковь будет развиваться прекрасно потому что морковь происходит из умеренного климата шелочные почвы конечно любят стекла она очень отзывчивая если почва будет зашелочена у нас ваше стекло не будет болеть и дать хорошие крупные и главное вкусные карния плоды так чтобы новый необходимо чистовать ну короче мной слышали при эту работу ну давайте определяться чем мы будем известковать почву ну что продажи есть из известковых материалов definitive материалов есть изясти и ее используем для побелки традиционной которую побелки на самом деле и также можно носить почву есть мил вот так же можно носить почву вот есть доломитова мука Зола – это вообще великолепный компонент для вносения как изростковый материал в почву. Ну, есть нергель, есть сажа, даже тоже цемент может служить точно так же изростковым материалом. Его точно так же можно вносить в почву. Зола тоже содержит кальций, она тоже как в определенной степени изростковый материал. Ну, вот если разбираться по всем этим, что я вам назвал материалом, кому мы дадим предпочтение? Ну, свойства золы как раскислителя обычно действуют в течение одного года. Свойства мела – где-то 4 года. Известь как раскислитель действует 5 лет. А вот самым долгим сроком, который действует как раскислитель в почве, то есть это доломитовая мука. Срок его действия – 10 лет. Ну, почему мы не всегда получаем эффект отнесения доломитовой муки? И вот, и что такое доломитовая мука? Ну, доломитовая мука – это горная порода, которая образовалась уже давным-давно, миллионы лет назад. Ну, она, конечно, погребена землей уже за это время, за этот большой срок. Вот, ну, представляет пласт земли, пласт. И вот эти пласты, как бы, ну, добываются, их перемалывают. И уже с этой известняковой этой породы получается доломит. Получается доломит. Ну, и вот доломит тоже, между прочим, используется очень широко. Ну, многие, как бы, вот в сельском хозяйстве его используют для известкования почвы. То есть повышение индекса шелошности почвы. То почвы стали более шелошные, раскислить почвы. И мы будем с доломитовой мукой. Вот. Ну, это же порошок доломитовый, вы удивитесь, но его аж применяют и в металлургической промышленности, и в строительной при производстве цемента. А в металлургической, как это самое, огнеупорный материал. Потом разные производят плиты огнеупорные. Там также есть добавки доломита. Так что доломит используется очень широко. Ну, нас будет интересовать аспект сельского хозяйства. Ну, мягкое действие на почву, долгое воздействие на почву. Значит, плюсы этого материала. То, что мы будем носить почву. Это удобрение, можно сказать. Какое звездковое удобрение. Почему не всегда дает эффект на наших участках? Во-первых, что раз оно медленно действующее, значит, его не хватает срока, просто оно медленно-медленно расшелачивает почву. Поэтому для того, чтобы иметь эффект, доломитовую муку необходимо уносить с осени, чтобы до весны проявляться хоть какой-то эффект. Если мы будем доломитовую муку уносить весной, то получается то, что не впредь она раскислит нашу почву, регистрационный период закончился, я шутимо, пользы от внесения доломитовую муку мы не получим. Он будет только на следующий год, для следующей культуры. Ну, не факт, что вы на следующий год не поставите культуру, которая как бы не очень, то и надо та же шелочная почва, как та же морковка. Она может расти на слабокислой почве. Следующее, что многие наши дашники как бы не знают, вот на 30 соток в ночь нашел доломитовую муку и ожидают прекрасного результата. На самом деле, что здесь в природе не бывает. Уже ученые давным-давно путем опыта установили, что доза внесения доломитовой муки в зависимости от кислотности почвы составляет от 100 до 400 грамм на 1 метр квадратный. Представьте, 100 грамм на метр квадратный. Это, если у вас почва уже не кислая. Если мы уже уносим микроскопические дозы по всему участку, значит, эффекта никакого мы не имеем. Ну и далее, что тоже очень большая ошибка. Для того, чтобы не распылять всю эту доломитовую муку по всей площади, я бы рекомендовал вам очень простой прием. И уносить доломитовую муку локально, то есть только в родочки. В родочке посеяли семена, присыпали доломитовой мукой, культур, которые любят шелочные почвы, и достаточно. Начали еще следующую. И вот так постепенно вы будете как бы и культурой обеспечивать в потребностях то, что необходимо по биологии, и получать хорошее урожае. Поэтому сильно не распыляйтесь. Ну и носить по поверхности почвы. Опять же, вопрос мне задают часто. Как мы вносим доломитую муку? Мы просто разлипаем по поверхности или заделываем почву? Заметно, что просто разлипаем по поверхности, мы нанесем большой вред нашей почве. Почему? Потому что доломитовая мука на поверхности, она как бы цементирует эту почву, и влага, вода, что будет, все они проходят в почву. У нас, кстати, зацементировали площадь, и нет влаги. Поэтому и растение, и все будет очень страдать. Кстати, это касается не только доломитовой муки, это касается той же самой золы. Поэтому доломитовую муку мы рассыпали по поверхности почвы. И после этого обязательно заделываем. Хотя бы на глубину 15-20 сантиметров. Чем это можно сделать? Ну, можно перекопать, можно культиватором пройтись, перемешать его с почвы, чтобы она не была на поверхности. Тогда доломитовая мука даст эффект. Ну и что? Почему доломитовая мука лучше, например, той же золы извести, даже кроме того, что по содержанию? У доломитовой муки содержится 56% кальция и 42% магния. То есть, если все изростковые удобрения, как тоже и мел, и мергель, например, и та же извести, содержат только кальций, причем кальций в жесткой форме, это самое химическое, значит, доломитовая мука в более мягкой форме, в форме соединения. Поэтому она лучше действует и на почву, и на наши растения. Также вот помним об этом. Вот почему мы отдаем предпочтение доломитовой муке. Но рассказ о доломитовой муке будет неполный. Мы вот внесли, мы получаем хорошие результаты. Но есть такой нюанс, что у нас на поверхности почвы есть же различные-различные болезни. И вот, после изросткования мы внесли доломитовую муку, а через две недели поверхность почвы мы прольем раствором профит триходерма. Польем раствором профит триходерма, пролили, значит наша почва будет продезинфицирована как бы за счет доломитовой муки и внутри, и снаружи. Болезней станет гораздо меньше, и на следующий год мы сможем рассчитывать на хороший урожай. Так что помните об этом. Хотя сама по себе доломитовая мука за счет своих свойств подшелачивает почву, она гуляет многих вредных микроорганизмов. Поэтому, вмешивая доломитовую муку, мы улучшаем плодородие почвы, уменьшаем количество болезнетворных микробов в нашей почве и создаем благоприятные условия для роста тоже триходермы, седной палочки в нашей почве. Потому что они как бы на кислых почвах жить не хотят. А в почве они присутствуют хоть в небольшом количестве. Если мы будем что-то проливать в наши вратки, у нас результат будет очень хороший. Чего вам и желаю. Так что вы поняли, какое замечательное свойство имеет доломитовая мука. А поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наши магазины. До свидания.